Недавно эти кадры заполнили ленты новостей и соцсетей. Мальчик, раскачивая качель в прыжке, натыкается на арматуру. После с болью, но все-таки самостоятельно уходит с площадки. Казалось бы, все обойдется, но, увы, у парня оказались серьезные повреждения прямой кишки. Сразу после ЧП арматуру, которой хотели оградить детей от качель, убрали и сейчас площадка выглядит вот так. Самого же 12-летнего Костю и его родителей ждали серьезные испытания. Хирургическое отделение детской областной больницы – вот временный дом Кости после злополучного инцидента на детской площадке. Из-за карантина в палату пускают только маму и папу. Телефонная связь с остальными временно запрещена по состоянию здоровья. А значит, услышать и увидеть родных есть возможность только через вот это окно больничной палаты. У окна Кости двоюродная сестра с мужем подбадривают парня, но, похоже, он уже и сам может кого-то приободрить. После недели мытарств Костя пришел в себя, шутит, встает и даже ходит. Помнит, как все произошло, как приехала скорая, потом операция в частной клинике, где у семьи есть страховка. А вот после произошла самая неприятная ситуация. После операции прошло определенное время и должны были вытаскивать трубку. Ну, мне вытащили трубку и помазали мазью какой-то. После этого я, ну, меня начало в сон клонить. Я отключился. И потом вот говорят, что были судороги и очнулся я уже вечером в совсем другой палате. Отец говорит, что врачи частной клиники использовали мазь, в которой, вероятно, содержался аллерген. Он и вызвал реакцию. А у мальчика начался оттек головного мозга с кровотечением из раны. Он уснул. Я так понимаю, это уже была потеря сознания. Буквально через несколько минут я увидел очень сильные судороги. Я еле поймал его на кровати. Тут же вызвал, попытался разбудить, не получилось. Тут же вызвал докторов. Они начали принимать соответствующие меры медикаментозные и забрали его в реанимацию. Определить причины судорога они не смогли, пригласили для этого стороннего специалиста. После долгого совещания отцу предложили госпитализировать сына в детскую областную, что здорово удивило и насторожило отца. Но жизнь ребенка дороже. Так Костя оказался на Воробьева. Местную медицину родители хвалят, ведь парень уже практически на ногах. Есть и запреты. Мозг еще не полностью оправился. Чтение, гаджеты, телевизор пока под запретом. Ну и, конечно, питание. Из-за характера травмы дают перемолотое и жидкое. Отец недоумевает, как специалисты частной клиники могли допустить аллергическую реакцию, если о ней он сообщил лично. К тому же предупреждение есть и в медицинской карте мальчика. По его словам, там же врачи назвали прокол 8 сантиметров, а на деле оказалось 20. Подавать ли в суд мужчина еще не знает. Очень много звонков поступает от известных в городе адвокатов, от известных юридических компаний о предложении бесплатного правового сопровождения в различных направлениях, в частности в формате претензии к частной клинике. Дело в том, что на данный момент нам не до этого, но решение в скором времени мы примем. Александр говорит, смущает еще и то, что в пояснении врачей полиции ни слова о судорогах. К слову, правоохранители уже нашли предполагаемых установщиков арматуры и даже назвали именно отцу. Но он говорит, что ждет решение суда, а до того не может их назвать виновными. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok